Здравствуйте! Вы смотрите программу «Надо помочь» и я ее ведущая Анна Махова. Потери дома, расставание с близкими – это всегда тяжелое испытание. Именно оно выпало нашим сегодняшним героям. О том, каково это, разом лишится всего, и чем можно помочь, когда на помощь уже и не надеется, поговорим в сегодняшнем выпуске. Как мы радовались, я ее везде. Первая моя, считай, внучка, я хотела очень внучку. Я прямо от радости кричала, визжала, когда мне зять сказал, родилась девочка, говорит, у нас. Там полшестого, мы все спали, так было громко, все проснулись, начали соседи выходить и сказали, что завод там взорвали. Мир наш очень без добрых людей, то есть конец света еще далеко, одевала, обувала, помогала вся Самара. Ольга Рюзянова из Тольятти – молодая мама троих детей. Старшей дочери Маргарите 5 лет. С 5 месяцев девочка страдает сильными приступами эпилепсии. Они случаются по несколько раз в день. Остановить судороги может дорогостоящий препарат, на который у семьи Маргариты нет денег. Доченька, привет, Маргариточка моя. Ольга Рюзянова, как и любая мама, очень любит свою пятилетнюю дочку Маргариту. Любит читать ей сказки перед сном, выдумывать вместе новые игры и, конечно, баловать. Но все это сейчас им обеим недоступно. Болезнь девочки разъединила семью. Маргарита страдает сильными приступами эпилепсии, и она вынуждена жить отдельно. Мне помогает моя мама, и Маргарита сейчас находится у нее, потому что она очень, ну как бы, на шумы реагирует. Дети маленькие, сейчас Варвара кричит, постоянно у нее вот провоцируются судороги. Помимо Маргариты у Оли растут еще двое детей – трехлетний Рома и семимесячная Варвара. Оба здоровые и очень активные дети. Бегают, кричат, шумят. Все это провоцирует и так частые приступы Маргариты. Чтобы девочка не волновалась, ее на время переселили к бабушке. На время, подчеркивает Оля, и она, и бабушка. Они очень надеются, что болезнь Маргариты удастся победить. И еще часто вспоминают, какими счастливыми все были, когда девочка еще не болела. Как мы радовались, все, я ее везде. Первая моя, считай, внучка. Я хотела очень внучку. Я прямо от радости кричала, визжала. Когда мне зять сказал, родилась девочка, говорит, у нас. Вот Маргариточка до пяти месяцев была здоровая. Вот я ее держу. Это мои руки. Вот бусы я ей одела. Вот она держала голову. В пять месяцев сделали прививки гепатит и полимелит. У Маргариты повысилась температура, открылась рвота, нас увезли в инфекционную больницу. И на пятые сутки начались судороги, и нас отвезли в реанимацию. Две недели она была в реанимации. Потом поставили страшный диагноз, ну, как именингенцефалит, что она перенесла герпетический. И вот мы до сих пор не можем справиться с судорогами уже четыре с половиной года. Поначалу Ольга не могла принять диагноз дочери. Замкнулась в себе и постоянно плакала. Что делать в такой ситуации, она просто не понимала. Тогда на помощь пришла бабушка. На время, пока приступы не прекратятся, она забрала внучку к себе и стала ей второй мамой. Дочь-то кто поддержит, кроме матери родной? Я у них одна единственная, у зяти никого нету. У меня тоже нету мужа. Я одна единственная их помощница, и все. Ольга уже практически потеряла надежду подобрать терапию, которая поможет ее дочке. Но на очередном лечении в Ижевске врач прописал новый препарат, который, кажется, поможет Маргарите. Одна его ампула стоит 17,5 тысяч рублей. Девочке на один курс необходимо пять таких ампул. Муж Ольги – водитель. Работает практически без выходных и зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. Этих денег хватает лишь на то, чтобы прокормить семью. Я прошу о помощи очень сильно, потому что моему ребенку очень нужно это лекарство жизненное, необходимое, просто ему уже, ну я знаю, что ей станет полегче после того, как мы его проколем. Это у нее очень сильные судороги, она так мучается. Помогите, пожалуйста, чем может. Если вы хотите помочь в лечении Маргариты, сделать это можно, позвонив по телефону 8-927-210-90-16. Мама девочки Ольга Рузянова. В прошлом выпуске мы рассказывали про семью Богдасаровых. Беженцы из Луганска поселились в селе Усолье Шигонского района. Там же сегодня размещается еще более 150 украинцев, которые также были вынуждены оставить свой дом. Несмотря на большую поддержку российского государства, эти люди сейчас нуждаются в помощи. В селе Усолье Шигонского района появилась новая община, украинская. Более 150 беженцев из Луганской и Донецкой областей приехали сюда в поисках спасения и мира. В основном это женщины с детьми. Все они не хотели покидать родной дом, но иного выхода у них не было. У нас за два часа родственники собрали и выставили, как раз бомбили соседний дом. От осколочного хранения пострадали дети, пострадали старики. Наш стоять остался, но окна повылетали, все повылетало, нас быстренько собрали и вывезли. Выезжали мы тоже под дулами нацгвардии. На ходу рассказывали детям сказкам, что это кино снимали. Там полшестого, мы все спали. Так было громко, тут все проснулись, начали соседи выходить и сказали, что завод там взорвали. Мы сидели до последнего, а потом, когда наш завод взорвали, мы решили уехать. Они до сих пор не могут забыть весь ужас войны. Падающие снаряды под ногами, разбитые окна, разрушенные дома и подвал, в котором приходилось спрятаться от обстрелов и взрывов. Когда у них появилась возможность бежать в Россию, они не выбирали. Схватив документы и минимум вещей, люди оставляли свои дома и бежали, в чем были. Так в летней одежде исландцах эти женщины и дети приехали в наш регион. Как-то ни на что не надеялись. Ну, получилось хорошо, и встретили нас. Не бросают? Не, не бросают, все помогают. И медицина, и нам, и детям все оказывают. Вот, спокойно, пули над головой не свистят, крыша есть, не течет, все в порядке, вода, еда. В Уссолье семьям предоставили жилье и обеспечили питанием. Детей устроили в школу, взрослым помогают оформить документы и найти работу. Администрация объявила сбор помощи, местные жители не остались в стороне. Стали проносить еду, одежду, игрушки детям. Но при всем старании эти люди по-прежнему нуждаются в помощи. В первую очередь в теплых вещах. Вообще на осень, на зиму вещей у нас нет. В летнем чем поехали, немножко с собой взяли, и все. Зимней одежды нет, и даже осенние. Вот дожди, дождливо, сейчас резиновых сапожек тоже нет, ни зонтиков, потому что мы брали самые необходимые документы, и лично это по мелочи и вещи. Оказывать помощь жителям Украины, которые остановились в Уссолье, присоединились у служителей церкви. Местный храм стал своего рода еще одним пунктом, куда можно принести вещи. Храмы всегда так делали, что храмы, монастыри, то есть богатые люди приносили монастырь, а бедные приходили, и как будто такой перевалочный пункт получается. Если вы также хотите помочь украинским семьям, сделать это можно, обратившись в храм села Уссолье или позвонив настоятелю прихода отцу Леониду по телефону плюс семь девятьсот двадцать семь шестьсот четырнадцать восемьдесят шесть тридцать девять. Четыре года назад дом Дарьи Гавриловой сгорел. С тремя детьми женщина оказалась на улице, без денег, документов и даже одежды. Муж, спасая детей от огня, получил семьдесят процентов ожога тела и попал в больницу. Но в трудную минуту многодетные матери помогли. Сегодня мы говорим спасибо Российскому детскому фонду. Владик и Настя мчатся после школы навстречу маме. Дарья Гаврилова сама встречает после уроков своих детей. Это их семейная традиция, вместе взявшись за руки идти домой. Дом. Самое главное, что сегодня он у них есть. Четыре года назад семья осталась без крыши над головой. Их частный дом в центре города сгорел дотла. Тогда Дарья, стоя у сгоревших обломков, не знала, как жить дальше. Все, ничего не осталось. Документы, все, все сгорело. Я была в сланцах и в сарафане. Дети голышом, так как была жара. Я на работе была, а дети были дома, они спали. И вообще, когда дом загорелся, дети были в доме. И тогда их папа спас. К счастью, дети не пострадали. А вот их отец получил семьдесят процентов ожога тела. Он был доставлен в больницу. А Дарья оказалась в чрезвычайном положении. Без денег, документов, жилья и с тяжело больным мужем. Детей на время разрешили пристроить в санаторий. Так женщина и бегала между ними и супругом. Параллельно восстанавливала все сгоревшие документы. Но в трудные минуты она не осталась одна в своей беде. Мир наш очень без добрых людей. То есть конец света еще далеко. Одевала, обувала, помогала вся Самара. Детский фонд очень сильно помог. Они на материальную помощь сразу выписали, обули, отделили детей. За месяц было все необходимое. От зубной щетки, наверное, и до сапогов, до зимней одежды полностью было. В администрации семейству помогли самым главным. Предоставили временное жилье. Тут Дарья с детишками и живет до сих пор. Теперь осталось пережить пожар психологически. Муж Дарьи так и не смог восстановиться. Ушел. Что уж говорить о маленьких детях. Они до сих пор нет-нет, да и вспомнят, как опасен огонь. Игры у нас были такие. Все, дом горит. Они начинают в первую очередь собирать игрушки и обувь. У Насти сгорели очень красивые новые туфли. И она ни разу не надела розовые. И поэтому ей больше всего было жалко эти туфли. И как игра у них, как будто пожар. Настя быстрее. Самое главное, обувь собирает и игрушки. И выбегает. У них вот такие игры были долго. Сегодня игры Владика и Насти про пожар, к счастью, заменили школьные будни. Дети с воодушевлением делятся впечатлениями за день. После обеда садятся делать уроки с мамой. Старшая сестра Олеся уже живет отдельно. Когда она приходит в гости, дети спешат подключить и ее к домашнему заданию. Мне надо там дорогу делать, но пророжные движения. Даша с материнским трепетом смотрит на детей и радуется тому малому, что есть сегодня. Пожар забрал у нее все, что было нажито за долгие годы. Они безразличные люди за несколько недель дали семье Дарьи все, что необходимо для жизни. Обувь, одежду, мебель и моральную поддержку. Хочу поблагодарить, сказать большое спасибо многим людям, которые откликнулись на мой зов, помогли очень сильно. Спасибо детскому фонду, что тоже откликнулись, они тоже нам помогли очень сильно. Дарья Гаврилова понимала, что без поддержки окружающих она бы не справилась в трудную минуту. И помощь пришла. Такую же помощь ждут следующие герои. Марина Данилова – молодая мама двухлетней девочки Киры. Марина выросла в интернате, родных у девушки нет. Отец Киры бросил их, когда малышке исполнилось три месяца. Пока Кира не пошла в садик, Марина не может работать и нуждается в помощи. Мне не с кем оставлять ребенка. Я, ну, если есть там у кого-то возможность, там с детским садом, с работой помочь. Я там не требую там денег. Зоя Шубкова из села Малая Малышевка. Одна воспитывает девочек-тройняшек. Веру, надежду и любовь. Семья осталась без крыши над головой и нуждается в поддержке. У меня одна просьба. Решить проблему с жильем. Полуторагодовалая Надя Нефедова из Тольятти. У девочки редкое генетическое заболевание. Глутаровые цедурии первого типа. Необходимо лечение в Германии, которое стоит 1 миллион рублей. У семьи нет таких денег и они просят помочь. А этим людям уже помогли. Воспитанники самарских социальных учреждений. Благодаря усилиям многих людей, ребятам на протяжении двух недель проводили экскурсии в самых красивых местах Самарской области. Семья Богдасаровых из Луганска от бомбежек и обстрелов бежали к нам в село Усоли Шигонского района. Здесь в поддержку семьи оказались жители села и настоятель местного прихода отец Леонид. Светлана Иванова одна воспитывает шестерых детей. Во время последней беременности муж женщины попал в аварию и погиб. В трудную минуту без мужской опоры и поддержки вдову с детьми не оставили многие небезразличные люди. Дарья Гаврилова точно знает, что мир не без добрых людей. Именно они помогли ей пережить потери дома и вновь обрести крышу над головой и уверенность в том, что добра в мире все-таки больше. Жители Украины также надеются приобрести свой новый дом здесь, у нас, в Самарской области. А Оля Рузянова верит, что ей помогут купить дорогостоящие препараты, которые остановят приступы дочери. И тогда они снова будут жить вместе. Помочь этим героям в наших силах. Несите добро. До свидания.